Шри Шикшаштака Не важно, обнимет ли он меня с нежностью, или грубо оттолкнет, или разобьет мое сердце, не появляясь передо мной. Он волен поступать, как пожелает, ибо навсегда и независимо ни от чего останется для меня Господом, Которому я поклоняюсь. Комментарии Шилы Бхакти Сиданты Сарасвати Токура Я всего лишь скромная служанка Гопи, поглощенных служением лотосным стопам моего Господа. Он может меня нежно обнять, может грубо оттолкнуть меня, а может разбить мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он распутник, сводящий с ума своими вольными желаниями девушек Гопи. Так пусть торжествует, все равно он навсегда и несмотря ни на что останется возлюбленным Господом моего сердца. Кришна — Верховная Личность Бога, поэтому Он полностью независим, и у меня одна религия — исполнять Его желания. Я не независима и не настолько капризна, чтобы перестать служить Ему и пойти против Его воли. Достигнув совершенства, Джива избавляется от телесных и умственных материальных обозначений и попадает в трансцендентное царство Вриндавана, где Господь Кришна всегда поглощен своими играми. Наделенная духовными чувствами и проявив свою духовную форму, душа становится помощницей Гопи, и преисполненное блаженство начинает служить Кришне. Ее мысли заняты одним. Как удовлетворить желания Хари? Это по-настоящему беспримесная преданность и любовь к Богу. Джива никогда не должна претендовать на то, чтобы занять уникальное положение Ашраа-Виграхи, вечного олицетворения духовной любви к Богу. Даже мысль об этом приводит к эгоизму. Чистота бытия ничем не запятнанных Джив, обитающих в духовном мире, заключается в том, чтобы всегда оставаться послушными служанками настоящей Ашраа-Виграхи, Шримати Радхарани. Хотя душа и дорога Господу Кришне, тем не менее, по своей конституции и по воле Господа она относится к категории отделенной энергии – Джива Татве. Шри Шик Шаштыка с поверхности до самых глубин. Все восемь шлок Шри Шик Шаштыки недвусмысленно провозглашают три принципа – самбандху, апхидею и прайоджану. Если рассматривать общий смысл каждой шлоки, то Первое. Учит процессу совместного воспевания Святого Имени. Второе. Тому, как осознать свою неспособность к воспеванию. Третье. Учит процессу воспевания Святого Имени. Четвертое. Тому, как избавиться от обмана и пагубных мирских желаний. В пятой. Рассматривается изначальная духовная природа Дживы. В шестой. Выражено ощущение счастья от приближения к Господу. В седьмой. Чувство разлуки, испытываемое уже после достижения определенного духовного уровня. И, наконец, в восьмой. Сказано, как достичь высочайшего совершенства, обретя то, что абсолютно необходимо, и в чем высочайшая цель жизни. По существу все шлоки описывают принцип апхидеи – преданное служение. И, вместе с тем, первые пять шлок посвящены самбанда-гьяне, а остальные три объясняют прайоджину высочайшую цель. В первых пяти шлоках описано Саддана-бхакти, в шестой и седьмой – Бхава-бхакти. Шлоки с шестой по восьмую, особенно седьмая и восьмая, посвящены Прэму-бхакти. Заканчивая свой комментарий к Шриши к Шаштыке, я в почтении склоняюсь пред всеми слушателями и хочу выразить свои чувства с помощью следующих шлок, написанных Шринадхой Чакраварди-такуром. «И Верховный Господь Кришна, Сын Махараджи Нанды, и Его трансцендентная обитель по Своей сути духовны, и я поклоняюсь им». Нет ничего выше служения, совершаемого гопи-враджа. Шимадх-бхагаватам – это абсолютно достоверное и независимое писание, являющееся основой для любых духовных заключений и выводов. Над четырьмя целями жизни, описанными в ведах, есть еще и пятая – Кришна Прэма, и выше ее нет ничего. Таково мнение Шрича Итани Махапрабху, и оно чтится нами превыше всего. Все остальные выводы для нас ничего не значат и просто нам неинтересны. Цитаты и комментарии из Шри Бхаджи Нарахаси Шрилы Бхактивинода Такура В Шимадх-бхагаватам сказано «О господин наш, о дорогой возлюбленный, мы не находим себе места при мысли о том, что когда ты пасешь коров, твои лотосные стопы, которые нежнее и прекраснее лотоса, идут по колючкам, жесткой траве и камушкам. Пока ты гуляешь днем в лесу, каждый миг тянется для нас, как тысячи лет, потому что мы не видим тебя. И даже когда мы, наконец, получаем то, к чему так безудержно стремились, и у нас появляется возможность увидеть твое лицо, столь восхитительное, в обрамлении вьющихся волос, на пути нашего счастья встают моргающие веки, созданные неумелым Творцом. В Кришна-Карнамрите Билва Мангал-Такур поет «Я хочу, чтобы подобный лотосу лик Шри Кришны, самого отважного героя, который наслаждается играми со всеми Лакшми Деви, Гопи Враджа, который затмевает собой изысканную красоту лотосов, который может уверить своих преданных в божественной защите, пролил на меня несказанное счастье, навсегда запечатлевшись в моем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова